МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предрассветный час скорби. В памяти погибших в годы Великой Отечественной войны благовещенцы зажгли две сотни свечей. Не попали в контейнер. Корреспондент города узнал, почему в городских дворах не весь мусор вывозят регулярно и кто виноват. Меньше слов, больше цифры. Сотрудники ЗАГСа рассказали, как экономить время и беречь нервы с помощью электронных документов. Работодатели оценят, большее число амурских абитуриентов в этом году смогут поступить на бесплатные места в СУЗы. 81 год назад история нашей страны разделилась на до и после. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата вошла в календарь как День памяти и скорби. На рассвете фашистская Германия нанесла удары. Гитлеровцы специально выбрали самый длинный световой день в году, чтобы успеть причинить как можно больше урон. Первыми принял врага Брест. В память о тех, кто защищал Родину ценой своей жизни, в 4 утра на площади Победы зажгли больше двух сотен свечей. После спортсмены проплыли по амуру с огоньками и флагами. Мы решили поддержать и вспомнить о этом ужасном дне. То, что мы всегда готовы вспомнить и чтим память наших близких, которые погибли на войне. И вообще чтим память о 9 мая и 22 июля. В первые в 2007 году собралось порядка 30 человек. На сегодняшний день уже собираются сотни людей, которые приходят, возлагают цветы, ставят свечи. Это очень важно для нас, для поддержки патриотического воспитания и подрастающего поколения. Ну и, конечно, поддержки тех на сегодняшний день, кто также отстаивает нашу страну и держит наши границы. Мы все равно приходим в 4, чтобы оказаться вот именно в тот предрассветный час, который был тогда на западной границе. Что 4 утра было на западной границе, что 4 утра здесь, оно примерно одинаковое. Одинаковое тоже время. И вот когда приходишь сюда в 4 часа утра с зажженной свечой, ты не просто понимаешь головой, ты ощущаешь кожей. Кожей ощущаешь границу между войной и миром. Ты ощущаешь вот то предрассветное утро, которое было. И это получается, как будто бы каждый год 22 июня в 4 утра мы на машине времени опять оказываемся в том же времени. Сегодня мы вспоминаем самый трагичный день в истории нашей страны. 22 июня 1941 года перечеркнул жизни, планы каждого советского человека. И мы всегда будем помнить, сколько боли и человеческого горя понесла эта война. И такие акции очень важны, потому что они помогают не забыть, помогают особенно юному поколению не забыть о тех страшных днях. Мы в памяти о тех, кто защитил нашу родину, тех, кто первыми встречал фашистов на западных рубежах нашей державы. В их честь проводим заплыв по реке, по граничной реке Амур. 140 тысяч амурчан ушли на фронт в 1941-м. С полей сражений не вернулись больше 36 тысяч человек. Они пали в боях, умерли от тяжелых ранений, пропали без вести. В памяти земляках на площади Победы прозвучали выстрелы. Первые лица области и города – курсанты Двоку, стражи правопорядка, школьники – возложили цветы к монументам. Субтитры создавал DimaTorzok Вспоминали о подвигах героев амурцев сегодня и в городских читальнях. Сотрудники библиотеки «Солнечная» организовали выставку «Окна памяти». Историю страшных лет разбили по годам. Разместили события на пяти окнах. На каждом – книга, плакат с датой и описанием исторического события. С его помощью читатели могут открыть ссылку, на которой размещен рассказ или повесть о войне. Библиотекари уверены, выставка заинтересует горожан всех возрастов. Кроме того, с помощью акции большее число гостей читальни сможет икунуться в прошлое. Познакомиться с великими сражениями, не заходя при этом в библиотеку. В Благовещенске орудовал курьер мошенников. Мужчина трижды забирал деньги у одного пенсионера. Жертвой телефонных аферистов стал 75-летний житель Амурской столицы. Подробности рассказали в региональном УМВД. К пожилому горожанину поступил звонок от девушки, которая представилась его дочерью. Она сообщила, попала в ДТП. Пострадали люди. Уладить все можно, заплатив. С пенсионером связался и псевдоследователь. Попросил за услугу 850 тысяч рублей. Дома у Благовещенца было лишь 150 тысяч. Звонивший согласился на эту сумму. За наличкой приехал курьер. Дальше больше. Требуемая сумма подросла. Пенсионер снял в банке еще миллион. Отдал тому же курьеру. Аферистам оказалось мало. Выманили еще 300 тысяч. Когда обман вскрылся, пенсионер обратился в полицию. Личность посыльного установили. Задержали его во Владивостоке. Вину курьер признал. Рассказал. Трижды промышлял такой доставкой в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело. Ветки, шины и кресла занесли в протокол представители Народного фронта на прошедшем рейде по контейнерным площадкам. Всего их проверили шесть. На одни жаловались жители районов. На другие просил обратить внимание региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов. Какие меры принимают, чтобы навести во дворах чистоту, расскажет Екатерина Борисова. Полюбоваться видом из окна для жителей дома на Диченко 2В – непозволительная роскошь. Все портят мусорные контейнеры. Причем в них почти нет отходов. Как и положено, по Санпину их вывозят ежедневно. Проблема в ветках и покрышках. Кто должен их убрать, местные не знают. К сожалению, есть такие случаи, что жители жалуются, обращаются и к нам непосредственно в полигон о том, что захламлены контейнерные площадки ветками и колесами, шинами и прочим мусором. Эти ветки и шины, они не относятся к твердым коммунальным отходам. И непосредственно утилизацией вывозом им занимается управляющая компания. Старые ветки практически получили постоянную прописку и за площадкой во дворе дома на Кантемирово 1. И вновь картинка испорчена благодаря УК, говорят специалисты регоператора. Поэтому управляйки Народный фронт выпишет предписание. Согласно ему, убрать все компания должна за две недели. Если результата не последует, подключат жилищную инспекцию. Вроде как некому их убрать, вывезти. Но вот надо что для этого сделать? Чтобы, конечно, жилищная инспекция включилась в эту работу. Конечно, она имеет административные меры воздействия на управляющую компанию, на региональные операторы, которые у нас крупногабаритным мусором занимаются. В другом дворе Назейской проблема не только с ветками. Контейнерная площадка около 113 дома рассчитана на пять дворовых территорий. Мусор скапливается мгновенно, поэтому его вывозят дважды в день. И все бы ничего, но некоторые нечистоплотные жители не доносят пакеты с мусором до места. Бросают буквально под ноги. Из-за этого вокруг пустых контейнеров всегда грязно. Вот он сейчас... Куда кидает? А зачем вы туда бросили? Зачем кинул-то? Ну, ворно, зачем? Вот у вас есть контейнер. Это крупногабарит. Какой это крупногабарит? Накиданный мимо мусор – ответственность управляйки и местного дворника, которые вынуждены убирать завредителями. Ведь за игнорирование дело может дойти и до прокуратуры. Сотрудники ведомства уверяют, после обращения к ним нарушения устраняют быстро. Боятся ответственности. Штраф для физлиц до 3 тысяч рублей. Должностные заплатят все 40. Организациям и вовсе придется раскошелиться на 350 тысяч рублей. Непосредственно виновники торжества, как показывает практика, чаще остаются безнаказанными. Поймать за руку нарушителя непросто. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Осенью в Амурской столице крупнейший российский девелопер начнет строить жилье в северном микрорайоне. Дорожную карту подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам губернатора области Василия Орлова, взаимодействие с этой строительной компанией – хороший пример поэтапного сотрудничества при реализации масштабного инвестпроекта. Сейчас согласовали детальную дорожную карту с конкретными шагами по воплощению проекта в жизнь. Старт строительства первой очереди, которая подразумевает возведение 215 тысяч квадратных метров жилья, запланирован на осень. В целом, к 2036 году в северном микрорайоне сдадут 550 тысяч жилых квадратов для более 15 тысяч человек. Причем для этой территории разработали отдельный мастер-план. Он подразумевает не просто застройку района, его комплексное развитие. К 2025 году появятся в Благовещенске и Центры технических видов спорта на условиях консессионного соглашения. Инвестор вложит в уникальный проект более 70 миллионов рублей. На эту сумму в ближайшие 7 лет проведут реконструкцию трассы для картинга и автомобилей. К концу 2025-го планируют построить новую трассу для мотокросса. Руководитель Центра государственно-частного партнерства отмечает – это уникальный спортивный проект не только для нашего региона, но и для всей страны. Новый экстрим-парк займет больше 400 тысяч квадратных метров. Кроме гоночных трасс, выделили место для новой детской площадки ПДД. Здесь юные гости смогут изучать основы правильного и безопасного поведения на улице и проезжей части. Также для посетителей оборудуют концертные, выставочные и досуговые зоны. По словам министра спорта региона, Центр технических видов спорта бесспорно должен дать толчок к развитию авто- и мотоспорта. «Надеюсь, что в будущем мы сможем не только проводить на нем спортивно-массовые мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровня, но и обучать подрастающее поколение культуре вождения и правилам поведения на дорогах города». Погодный рекорд зафиксировали в Благовещенске. В областном центре за два дня на каждый квадратный метр поверхности вылилось 56 литров дождя. Амурские синоптики добавляют общий объем небесной влаги, пролившийся на город, составил почти 18 миллионов кубических метров. При этом 21 июня на метеостанции Благовещенск зафиксировали новый рекорд суточного количества осадков – 44,8 миллиметра. Прежний и самый обильный дождь в течение этой даты наблюдали в 1915 году. 42,5 миллиметра. Напомним, погодные условия на территории области с начала недели определял активный циклон. И хотя распределение осадков оказалось неравномерным, большинству районов за 20-21 июня досталось от 30 до 60% месячной нормы. Раньше впадали в романтику, теперь больше ценят время. Сотрудники Амурского ЗАГСа рассказали о молодоженах, которые все чаще подают заявление о заключении брака онлайн и переходе на цифру. По словам начальника регионального ЗАГСа Натальи Литомиловой, переход на цифру позволит горожанам не трястись над бумажным документом, да и вообще отказаться от бумажной волокиты. Свидетельство о рождении, смерти, заключении брака и других выписок и справок в печатном виде. Вся информация хранится как в едином государственном реестре управления, так и у самого обратившегося на госуслугах. Не стоит забывать и об экономии времени. Нам немножко тоже поможет, потому что как-то вот никто не воспринимает, что граждан обращаются в органы ЗАГС очень много. И у нас постоянно здесь очередя. Для нас очень легко это будет. Мы тоже электронно выполнили свою функцию. И гражданин не нервничает, не создается нервоз из-за этого. Практика показала, что горожане все чаще не приходят в ЗАГС лично. Вместо этого облюбовали некоторые электронные услуги. К примеру, с начала 2020-го заявления о заключении брака онлайн подали 1066 молодоженов. За все 12 месяцев 2021-го их было всего 1050. Почти 4000 амурчан бесплатно примут в колледжах при Амуре в этом году. Для абитуриентов подготовили 3790 мест. В прошлом году было на 425 меньше. Для выпускников школ СОВЗ открыли набор на новое направление подготовки. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта начал прием по новому федеральному проекту «Профессионалитет». Кристина Слепцова подробнее. Тенденцию роста бюджетных мест в амурских колледжах специалисты объясняют тем, что возросла потребность работодателей в квалифицированных кадрах. В общей сложности выпускников при Амуре ждут около сотни направлений подготовки. Вся необходимая информация для поступающих собрана на официальных сайтах СУЗов. Наиболее востребованы у работодателей профессии и специальности строительной и аграрной отраслей. В частности, тратарист-машинист, мастер сельхозпроизводства, агроном, мастер общестроительных работ, сварщик и прочие. Кстати, в этом году у амурских абитуриентов впервые появилась возможность поступить в учреждение среднего профобразования по новой программе «Профессионалитет». Наш регион стал одним из 44 субъектов России, где реализуется этот федеральный проект. Участник новой программы в области Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта в Тынзе. Учебному заведению выделили на модернизацию 100 миллионов рублей. Профессионалитета хватит 4 направления подготовки. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, автоматика и телемеханика на транспорте, электроснабжение. При этом студент, который выберет одну из этих специальностей, может получить три рабочие профессии. Работодатели это ценят. Ранее по перечисленным направлениям подготовки в колледже обучали 3 года 10 месяцев. По программе «Профессионалитет» срок сократится на 4 месяца. Но это касается только очников. Всего планируют зачислить 120 человек. Хорошая новость для детей с ОВЗ. Теперь ребята могут получить новую профессию в Амурском колледже сервиса и торговли, парикмахерское искусство. Также в четырех колледжах и одном техникуме амурчан с особенностями здоровья за два года готовы обучить на штукатуру, швею, пекаря, маляра, плотника, повара, облицовщика, плиточника, обувщика и рабочего плодового овощного хранилища. Возможность получить профессию детям с ОВЗ предоставляют в Райчихинском индустриальном техникуме, Амурском колледже сервиса и торговли, колледже транспорта и дорожного хозяйства в Благовещенске, Амурском аграрном техническом колледжах. В целом приемная кампания продлится до 15 августа. В тех СУЗах, где после этой даты останутся свободные места, прием могут продлить до 25 ноября. Задать все интересующие вопросы получится по номеру горячей линии отдела регионального Минобра. Он на экране. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». И в продолжении темы. В этом году абитуриенты могут подать документы в ВУЗ за тремя способами, но только после получения аттестатов. Исключение – льготники и те, кто поступают по квоте. В Миноборнауке страны уточняют, зачислять в ряды студентов будут, как обычно, по количеству набранных баллов. Поэтому, когда вы предоставите необходимый пакет – неважно. Причем подать документы можно лично, по почте и в электронной форме, в том числе через интернет-сервис поступления в ВУЗ онлайн. На платформе получится выбрать учебное заведение, посмотреть статус заявления о приеме, также записаться на вступительные испытания, получить результат, следить за конкурсной ситуацией и прочее. Больше 2 миллионов рублей получат 13 амурских педагогов, которые поборются за звание лучших. Половина из них войдут в золотую тысячу учителей России. В рамках конкурса за педагогические достижения предусмотрены премии. 6 амурских учителей получат по 200 тысяч рублей, 7 по 100 тысяч. Деньги выделят из федерального и областного бюджетов. Для участия в конкурсе от региона представили 18 кандидатов – преподавателей разных дисциплин, муниципалитетов с разным педстажем. В Амурском областном институте развития образования они прошли заключительное испытание, публично презентовали свои методические разработки. Имена претендентов определит региональная комиссия. Напомним, в Амурской области учителей поощряют с 2006 года. За это время денежную премию за высокие результаты своего профессионального труда получили 556 педагогов. Юных благовещенцев зовут поработать летом. Об открытых вакансиях в своем телеграмм написал мэр Олег Мамеев. Этим летом поработать можно косарями, матросами, спасателями, разнорабочими на поливе цветов, покраске бордюров. Всего в центре выбор больше 130 вакансий. 60 молодых людей уже устроились на такие работы, написал городоначальник. Трудоустроиться горожанам старше 14 лет предлагают официально. На все вопросы ответят по номеру 66-23-26. Запастись водой просят благовещенцев. Специалисты КС 23 и 24 июня проведут профилактические работы на повысительной насосной станции. Из-за этого возможно снижение давления в сети. Неудобства коснутся лишь жителей верхних этажей центральной части Амурской столицы. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Больше новостей на tv-город.рф и в наших социальных сетях. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok